Всем салю дорогие друзья, с вами Прослушка, меня зовут Тальтер и это программа, где мы с вами прослушиваем всякие разные новиночки. Здесь мы с вами будем прослушивать все новиночки из мира современной музыки. Совсем недавно вышел мною долгожданный альбом, который я уже успел частично заценить, но не слушал полностью. Некоторые треки уже гуляют по сети, а я до сих пор не сказал свое мнение. Это новый альбом от 104 и Трувера, бывших участников команды GLZ, куда входились Криптонит, Трувер 104, Найман, Стронг Симфони, Бэнс, Чина, вроде никого не забыл. В общем, я давно ждал альбом Трувера, так как я дико кайфанул с трека «Не нравится». Как оказалось, это еще и совместный альбом со 104, а это крутой персонаж, Юрик Красава. Итак, достаточно болтовни, давайте приступим к прослушиванию альбома, который получил название «Сафари». Мы отправляемся в путешествие в джунгли. Помните альбом 718 Jungle? Это перебор шика. Ребята, походу, решили продолжить тему животного мира, и мне это не нравится. Шучу. Мне это очень нравится. Сезон уже открыт, так что можно начинать. Погнали. Первый трек «Грязь и бродяги». Довольно такое мрачное начало. Сейчас должно быть охуенно. Охуенно. Кто мы? Ага. А где Труверта? Походу, альбом решил открывать только 104-й. Вообще, жду от альбома «Бэнгеры» крутые. Мне кажется, это будет с Си-Фестом. Я знаю, какая тыса скрипта нет. Сайфер, мне кажется, крутая тема будет. Для Себа и, может быть, Изи. И много-мало. Ну, посмотрим, сейчас посмотрим. Как-то странно. Я думал, сейчас Трувер вступит, но почему-то решил проебаться. Ладно, идем дальше. Следующий трек «Изи». Вырастает звук. Вот он Трувер. Я его обожаю, он просто охуенный. Рядом вполне еще хватает приближенных лиц. Самых близких лиц. Самых отдаленных шторит от того, какой тут вымышляет движ. Не ори, не молись, забери. То, что посчитал своим, и не падай вниз. Охуенно. Просто чуваки, короче, рассказывают о своей жизни, мне кажется. Все, что они видели, все, что они слышали, и что переживали, они вложили в этот альбом. Ха-ха-ха. Ну да. Изи. Да не бесит. Это что, ступцов, что ли? Все о нем и о нем. О нем и о нем. Вот скриптонит. Вопрос тебе. Твои строчки. Я запишусь с тем, я сорву фейма, нахуй славу звать феймом, хайпом, нахуй ими звать неймом, а? Твои. И тут у тебя, у твоих корешей, выходит трек изи. Нахуй, когда легко, изи. Вот объясни мне эту тему, я что-то как-то не врубаюсь. И ты же как бы исполнительный продюсер этого альбома. Может, Ман тоже будешь говорить, и Браза там, антихайп. Ладно, слушаем дальше. Ничего против не имею, чуваков. Ну, просто мне это непонятно, почему изи. Автотюн. Я очень люблю автотюн. Не ори, не молись. Не ори, не молись. Меня уже качает этот трек. Вот этот тарк пиздатый. Много-мало. Очень разный звук. Прикольно. Тун-тун-тун-тун-тун. Ну, чувствуется уровень. Чувствуется то, что они изменили звучание. И стали чуть-чуть профессиональнее подходить ко всему. Ну, это, конечно, не 718 джангл, но тоже охуенно. Звучит пиздато. Было бы клево услышать какие-то гитары, барабаны. Или вообще скрипки, допустим, как на последнем альбоме Скриптонита. Вообще было бы кайфово. Пятикратно. Честно признаюсь, я не люблю Ти Феста. Потому что он, наверное, слишком популярен стал. Вот эти Малайи. Ти Фест, конечно, красавчик. Просто я его не могу слушать. И мне кажется, вот этот трек можно было бы сделать синглом. Он точно взорвет. Еще клип снять? Заебись. Пятикратно. Заебись. Простой запоминающий припев по-любому качнет. По-любому будут напевать. Мне нравится, как читает 104. Мне нравится, как он играет с русским языком. Как он играет с интонацией. Очень круто. Интересно его слушать. В лучшем виде, как... В лучшем виде, как нау. Это уже напевается. Так что, по-любому, чуваки, делайте синглом. Мне кажется, со скриптонитом я знаю, какая ты тоже будет синглом. Что это такое? Кит в треке? Вот они любят вставлять. Какие-то бэки. Для Себа. Мне нравится музыкальная составляющая. Мне нравятся биты. Мне нравится этот минус. 104 не захотел писать трек для Себа. Ну, на самом деле, вот, вся тусовка Джил Зей, которая была, они всегда читали о чем-то, о чем не понимали остальные люди. То есть, только они сами понимают, о чем они читают. Ну, это надо слушать и копаться в текстах, на самом деле. Мэрс, трек, который я уже заслушал до дыр. Не знаю, мне очень нравится. Такой мрачноватый трючок. И мне нравится то, что сзади, типа, оркестр, короче, играет. Baby Face. Это, наверное, про девушек с милой мордашкой. Я не вчера родился, это очевидность. У тебя в этом вся лица. Ты по нему не плачет фигня. Baby Face. Такой простики трек. Про то, как он любит маленьких девочек. Итак, я знаю, какая ты. Ты совместно со Скриптонитом и Маклау. Вот. Гитарочка. Ну, это, наверное, Скриптонит. Это влияние Скриптонита, наверное. Прикольно. Я не перестаю удивляться Скриптониту. Охуенный чувак. По-любому тоже надо делать синглом. Потому что он такой яркий, он добрый. И мне кажется, девчонки по-любому его заценят и будут гонять. И еще один мой друг, который очень любит такие треки. Его зовут Леха. И он кайфует с таких лиричных, светлых песенок. Лайк, если у вас тоже есть такой друг. Вот иногда артисты находят таких исполнителей, ноунеймов, да? И они просто охуенные. Вот, допустим, трек-бар «Две лесбухи», да? Никто не знал практически о Коли Оле. Но она охуенно так зашла там. Охуенно проигрыш. Мне вот было интересно, как 104-й будет на треке вообще присутствовать. Нормально. Мне нравится 104-й. Потому что на фоне он и выше он. Ниже и выше. Очень крутой трек. Но я его не буду слушать. «Сафари», наконец-то. Вот оно само путешествие. Одноимённый трек с альбома. Мне очень нравится сэмпл. Ну, короче, тусовка где-то. Очень спокойный трек. Хороший сэмпл. Простая тусовка какая-то была описана нам сейчас. За край. Охуенно! Я практически не говорю, потому что я прослушиваю треки и ловлю то, что мне нравится. Оху-ху! Короче, это один из любимых моих треков. Который будет на повторе. Что-то соскакивает, так-то-топ. Чё, ты уже за край. Но ты так хочешь мне помочь? Что-то должно быть крутое. Ещё есть криптонит здесь. Минус уже охуенный. Я думаю, какой-то не будет темы. Мне кажется, они все тут втроём разъебут к чертям. Нахуй это. Трахнут этот бит. Не, ну вы нас знаете. Далеко не перепутавший поезд. На лице лимона может быть побольше, чем спрайт. Близких не больше, чем в хате. Изменился немного трек. Вступил в Трубер. И это продолжает быть охуенным. Скриптонит, походу, будет в конце. Я хочу, чтобы когда скриптонит вступил, чтобы трек изменился. Ну, не сильно, но как бы что-то добавилось. Изменился трек. Мне кажется, этот охуенный сайфер можно было оставить в конце. Самым последним треком, чтобы он заканчивал альбом. Потому что разъёб по полной программе. Охуенно. Ебать, сорванный голос там. Охуенно. Ездец. У меня мурашки просто по коже идут, чуваки. Это пиздот. Пиздот. Однозначно. Заебись. Почему этот трек заканчивает альбом? Чё-то как-то я расстроился. Я ждал другого. Я ждал чё-нибудь мощненькое. Либо мрачное, как Outro в альбоме. Праздник на Outro 36. Моё мнение, альбом заканчивает не тот трек. Ебать, ещё и так обрывается. Ладно. Видимо, так надо было заканчивать альбом. И так его обрывать. Фиг с ним. Давайте поговорим уже об альбоме. И чё тут мне понравилось. Начался он мрачно. И эту мрачность, как мне кажется, он сохранял. Когда-то были просветления. Но он вот как-то волной менялся. То есть и такое мрачное настроение. И слегка весёленькое. Чё-то есть. Музыка менялась. Звучание. Очень круто. Ребята на новый уровень вышли, мне кажется, для себя. И сделали что-то другое, отличающее от тех дилзей, которых я знал. Потому что здесь немного того, что там было. Здесь всё как-то иначе. Очень хорошие треки изи и много-мало. По музыкальной составляющей я кайфанул с них пятикратно. По-любому будет синглом, как мне кажется. Ну, по-любому его надо делать. Для Сэба... Мне кажется, Мерс я бы не выпускал первым треком. Я не знаю, почему они... Ну, конечно, если слушать, если думать о том, что выпускается сингл для того, чтобы у людей сложилось впечатление о том, какой будет альбом, то Мерс, конечно, нам немного об этом сказал. Но я бы, наверное, не его выпускал. Я бы выпустил изи, и он бы сейчас был вообще в тренде популярен. Так. Если бы вышел трек изи, то я больше бы, наверное, сдал этот альбом. Ну, хуй знает. Бэби Фейс. Какой-то простой трек. Я знаю, какая ты совместно со Скриптонитом и Маклау. Скриптонита очень мало, и он там практически вообще ничего не делает. Но в любом случае, это хороший сингл будет. И этот трек уже разлетелся по сети, его уже слушают. Это прикольно. Хороший, отличный трек. За край и Сайфер. Сайфер прям вообще до мурашек. Это очень круто. 104-й Трувер, красавцы. Охуенно. Наконец-то. Жду теперь от каждого отдельный релиз. Прям вот, чтобы они альбомы пух-пух-пух пуляли. Сиксо, кстати. Куда делся Сиксо? Было бы вообще круто услышать Сиксо, но его тут нет. Я надеюсь, он тоже готовит альбом, и будет очень круто. Вот. Ну, как вы поняли, я просто прослушиваю альбом. Это такое, легкое мое мнение. Я не делаю какую-то рецензию, не разбираю треки там, пиздец-пиздец как. Я их просто прослушиваю и кайфую вместе с вами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, расскажите друзьям, размещайте где-то у себя их. Пишите в комментариях, какие вам треки больше всего понравились. Пишите негативное какое-то мнение об этом видео. Я буду стараться как-то все это исправлять. Всем спасибо большое за просмотр. Канал Чигир Аут. Всем пока. Пау.